Итак, дорогие друзья, как было объявлено, мы сегодня с вами вступаем в очень интересную, равно как и нудную, равно как и трудную область моделинга Hard Surface. На протяжении этих шпаргалок, которые, как вы помните, я делаю в основном для себя, вы в этом будете убеждаться. Но нам от этого не уйти никуда, если мы хотим превратиться в хороших моделлеров, то от Hard Surface нельзя отказываться. На полигонах Low Poly далеко не уедешь, поэтому мы возьмем сейчас с вами, растянем по оси Y вот такую штуку. Мы с вами очень много будем работать с такими странными объектами. где, в общем-то, по сути своей, они бесполезны, потому что их даже невозможно будет выставить на шаттер или еще как-то продать. Это просто обучающий материал, так-то относитесь к этому спокойно. Я выбрал ребро, теперь GZ, выпускаю его сюда. Далее, надо лишить его памяти, сделать амнезию, для чего мы пойдем вот сюда. У меня здесь стоит Reset, Alt Transform, вот так. А можно сделать, вот здесь быть, в объект 0, пойти, в объект, и вот здесь Alt Transform. Почему? Потому что иначе он не даст нормально вот эти грани закруглять, он будет тянуть все в одну сторону. В этом убедитесь, если не произведете эту операцию. Так, Ctrl-B. Тянем, делаем парочку-троечку, вот так. Так, теперь здесь и здесь. Тянем. Ctrl-B. Тоже самое, 4 достаточно будет. Хорошо. Мне интересно, если я это все выберу и скажу ему, что нам нужен Бэвел. Он сработает? Да, сработает прекрасно. Больше нам ничего не нужно. Все. Деталь готова. Теперь нам надо в ней просверлить дырки параллельно с выемками под болты, параллельно вот этой плоскости. Да, вот этой плоскости, если можно говорить, ну вот, вот эта плоскость, да, параллельно ей. Смотрим, выделили у нас, да, видите, вот это надо проверять всегда. Если есть выделение, то его надо снять, кликнув просто в поле. Так, теперь самое интересное начинается. Что, сейчас у нас самое время сюда поставить какой-нибудь объект. Объект в нашем случае, это нам нужен будет меш под названием цилиндр. Вот оно. Так. Мы его сейчас поднимем чуть-чуть. G на Z. Вот так. Далее, заодно мы его уменьшим по диаметру и сделаем по оси Z поболее. Вот так. Хорошо. Давайте лишим его памяти, сбросим все его настройки, вот так. И поставим здесь пивот по геометрии. Вот у нас пивот. Далее, пойдем в Snip, включим. Вот тут. Потом включим мы Face. И проследим, чтобы вот эта галочка стояла. Eligen Rotation to Target. Хорошо. И вот когда мы теперь нажмем G. и попробуем потянуть, видите, он встает на то самое место, куда нам и нужно. Единственное что, давайте мы его потянем теперь вниз. Вот так. Нет, вот так. Вот так. И поступим следующим образом. Пойдем сверху, посмотрим. S. Поболее сделаем. Такой. Хорошо. Далее у нас просто все. Мы с вами пойдем в редактирование. И скажем, что нам нужен Ctrl-R. Здесь вот такой резик нам нужен. Так. Хорошо. Далее мы выбираем вот этот Face. И с помощью S во все стороны тянет. Таким образом мы получим такой шлиц внутри. Далее мы выбираем наш объект. Вот этот объект. Говорим, что нам нужен, так, мы бэгл мы оставим. Говорим мы теперь, что нам нужен булевская операция. И вычитать мы будем из нее вот этот объект. Сразу мы видим, что дырточка получилась. Ну, а мы можем, конечно, этот объект. Цилиндр. Так, эти мне не нужны. Вот наш цилиндр. Мы его можем посмотреть вот здесь и подтянуть вниз. Вот так. Вот. И когда мы скажем, что здесь есть height, мы увидим, что у нас оказывается тут уже очень красивая дырточка. Вот так. Далее. Мы можем это дело теперь скопировать. Ctrl D. А, Shift D. Извиняюсь. Выбираем Shift D. И тянем его. У него все настройки того же самого вот этого паренька. Но мы сделаем теперь его помельче. Вот так, допустим. Да? И потянем его тоже наверх. Самое главное, он сохраняет параллельность к этим всем делам. Вот. Так мы сделаем. Да? Так. И теперь сделаем так. И сделаем height. А, ребят, подождите. Подождите. Нам надо два этих цилиндра соединить вместе сначала. Вот эти два цилиндра. Нам надо соединить вместе. Вот они. Теперь это два цилиндра. Мы можем height отключить. И сразу увидеть. Вот у нас два прекрасных отверстия. Да? После этого мы говорим буллин сделать. И все. И чудно у нас получилось детальюшка. Так, как нам нужно. То есть, первая наша шпаргалка готова. И я ей, в общем-то, доволен. Вот. Запомнили. Да? Повторите несколько раз, чтобы у вас набилась рука и глаз. Всего доброго. До следующей фитюльки. До встречи. Продолжение следует...